Всем привет из Токио! Собачек в красивых дорогих машинах я вижу так же часто, как и привлекательных девушек. И очень часто собачками-спутниками или спутницами являются пудели. Первый раз удалось мне снять это, поэтому решила с вами поделиться. Но сегодняшнее видео это снова средстайл, сегодня из района Минами-Аояма. На улицах уже начинают появляться тренчи, но в общем-то сейчас сезон пальто. Еще на улицах очень много шляп с полями. Все эти шляпы Федора или Барсалина, это, кстати, одно и то же, просто называется по-разному, я сняла в один день и буквально в течение одного часа прогуливаясь по одной улице. Так что шляпы такийцы носят. Японки бижутерию не очень любят. И визуально получается, что они ее ровно столько же носят, сколько и японские мужчины. Обещала рассказать про японскую бижутерию, расскажу на следующей неделе. Схожу в магазины, где продается все для того, чтобы делать бижутерию своими руками. У меня тоже есть такое хобби, но мы все в переездах, и я все сложила в коробке и так еще и не распаковала. Поэтому показать пока не могу, но постараюсь к следующей неделе все вытащить. Зашла в Старбакс выпить кофе. Есть мнение, что в этой сети все дорого и очень невкусно, но мне, честно говоря, нравится. Вообще, мне кажется, что кофе вкусный в Токио везде. Я, конечно, не кофеман и не пью крепкий кофе, всегда покупаю капучино, латте или американо. Но даже кофе из простого мини-маркета, где стаканчик стоит меньше доллара, мне тоже очень нравится. Возвращаясь к шляпам, скажу, что их носят с совершенно разными образами, кому как нравится. В Токио вообще очень раскрепощенная мода. И для того, чтобы стать событием на улице, как написали мне в комментариях, мне кажется, в Токио надо очень постараться. Единственное, чем здесь можно выделиться, это обилием страз и блесток. А все остальное на улицах города уже есть. Кстати, вживую, не на манекене, подобную шапку увидела первый раз. И хочу сказать, что смотрелось, в общем-то, неплохо. Меховые пальто Максмара обычно вижу именно в цвете Кэммл. Другие же теплые меховые пальто других брендов и, скорее всего, подешевле. На улицах города разных цветов, но ярких не видела ни одного. Только на себе. Ну, может быть, не там хожу. У меня ярко-бирюзовое. Обычно ношу его я с белой базой или с темной, темно-синей базой. Здесь я затормозила кадр, чтобы обратить ваше внимание на носочки. В Японии я их очень полюбила и сама стала покупать разные цветные и принтованные носки. Теперь я надеваю черные носки, когда их не видно. А так предпочитаю яркие цвета. Еще одно меховое пальто и не могу удержаться. И снова поговорю про японскую обувь. Если не говорить о спортивной, то на нее у японок свой особый взгляд. И главное для них, мне кажется, это все-таки удобство. Наболевший вопрос из комментариев, почему японки носят все время обувь, которая на размер, а то и два, велика. Недавно у меня появилась новая идея. Я дописала ее в ответ на некоторые комментарии. Главная и простая причина, это, конечно, то, что им так удобно. Но в Токио, Токио это достаточно теплый город, поэтому здесь нет различия между зимней и летней обувью. А когда ногам становится холодно, то можно вставить теплую меховую стельку или одеть носочки потолще. Кстати, чтобы обувь не сильно шлепала по пяткам, в Японии продаются специальные резинки. Конечно, они продаются везде, но, например, в Москве я не видела их на улицах, а в Токио вижу до сих пор. Хотя несколько лет назад они были особенно популярны. На девушке сейчас черные резинки с меховым декором. Часто они бывают декорированы и камушками под жемчуг, а так бывают и силиконовые, совсем прозрачные или просто в виде резинки. Цветной, черной, красной, белой, то есть можно подобрать под цвет туфлей. Или наоборот, совсем не подбирать, а сделать что-то контрастное и яркое. Но сейчас подобных резинок на улицах я вижу совсем мало. А вот серебряную и золотую обувь, особенно спортивную, японки продолжают активно носить. Черные кроссовки от Onitska Tiger, как и те серебряные на дамме в шляпе из предыдущего видео, я чуть-чуть перепутала. Белые или, как в данном случае, светлые носочки на женской ножке, это уже ретро-классика в Японии. А еще японки очень давно любят полуботинки с тупым закругленным носом, как у клогов. Здесь много местных брендов, которые производят подобную обувь, но популярна и немецкая обувь. Белые колготки очень сильно уступают по популярности белым носкам, которые носят и японки, и японцы. Каждый раз показываю их, потому что в городе их, правда, очень много, и всегда на это обращаешь внимание. Ну а теперь, наконец-то, подборка заявленных ранее пальто. И снова отмечу, что в Токио, наверное, носят все виды верхней одежды. От теплых пуховиков Canada Goose, этот бренд почему-то очень популярен в Токио, до каких-нибудь бархатных сюрточков с китайской застежкой. Пальто любят, конечно, оверсайз, мужчины предпочитают больше классические модели. Это проверено временем, наверняка и всегда будешь выглядеть достойно. Обратила внимание на плотную юбку с узором имитации шитья. Встречала их, конечно, именно в черно-белом цвете, но, возможно, и наоборот. На белом фоне черный рисунок. Кейпы и пончо я не часто встречала ни в прошлом году, ни в этом году на улицах города. На фоне своей экстравагантности и необычности японки не очень гонятся за сиюминутной модой. Этот образ показался мне одним из наиболее стильных из тех, которые я видела в тот день. Понравились мне и подобранные аксессуары, и меховая шапочка, и ботинки в мужском стиле, и сумка-портфель. Девушка в черном пальто идет с сумкой-корзинкой, и, кстати говоря, видела несколько раз такие подобные корзиночки в этот же день. Многие японки носят по несколько сумок одновременно, и очень часто вижу подобные чехольчики для телефонов на ремешочке. Этот был в виде конвертика, но бывают и просто обыкновенные, бывают в виде небольших сумочек с отделениями для карточек и даже мелочи. Тоже купила себе подобные, очень удобно, особенно когда выходишь на съемки, ну и вообще, когда телефон всегда под рукой, это гораздо удобнее, чем копаться и искать его в сумке или положить в карман, потому что телефоны сейчас достаточно тяжелые. Сейчас у меня небольшая подборка клетчатых пальто, а вот подобным образом шапки, отвлекусь, не натягивая на макушку, носят в Токио уже давно, и сначала мне было как-то удивительно, хотелось поднатянуть ее на уши, но так уже давно носят и японцы, и японки. Этот спортивный образ с клетчатым пальто мне тоже приглянулся, понравилась темная база, бейсболка, перчатки и спортивные кеды, которые перекликались с холщовой, казалось бы, летней сумкой. КОНЕЦ КОНЕЦ А вот и любимая японская комбинация брюки вместе с платьем или юбкой, и носят так не только молодежь. Сейчас я в районе, в рабочем районе, и там много сотрудников офисных или те, кто работает в магазинах, которые выходят из здания по делам, поэтому не надевают верхнюю одежду. В принципе, в городе достаточно прохладно, и так, чтобы ходить совсем без верхней одежды, я думаю, еще так никто не ходит, по крайней мере, жакет или легкий плащ все равно накидывают. На улице было 10-15 градусов, но на солнце теплее, в тени похолоднее, поэтому те, кто в свитерах или в рубашках, это те, кто буквально выбежал на 15 минут купить себе обеды или куда-то по делам. Вот и снова корзинка в руках и любимая и японцами, и японками парка. Обычно они либо черного цвета, либо такого цвета хаки. И, конечно, всегда очень объемные. Женщины, кстати, не так, а вот мужчины носят парки размера очень-очень оверсайз. Озвучивая видео, наблюдаю сама сейчас за прохожими и точно убеждаюсь, чем моложе человек, тем больше оверсайз. С годами одежда становится поменьше. Все время думала, что в Токио достаточно много носят стеганых пальто и полупальто, стеганых курток, но в этот день разнообразие моделей заснять мне так и не удалось. Что-то мало я и встречала. В завершение видео покажу плащи, тренчи, которые начали появляться на улице в преддверии весны. И здесь снова оверсайз и классические бежевые оттенки. Понравился мне и этот простой образ, который завершается сумкой-шоппером с каким-то анималистическим принтом и серебряными балетками. Этот комбинированный тренч буквально проскользнул мимо меня, когда я уселась с чашечкой кофе. Такой повседневный спортивный стиль очень характерен для 30-летних японок. А спортивный casual дам постарше, ну может быть за 50, будет выглядеть спокойнее и привычнее. Друг за другом шли два молодых человека в белых бомберах. Подобные флисовые куртки в этом сезоне молодые люди носили достаточно много. Для токийского климата этого достаточно и в подобных куртках совсем не холодно. Поэтому мех на улицах и натуральный, и искусственный не столько для тепла, сколько для красоты. На этой даме и белые колготки, и белые носочки. На широких улицах сразу слышен и ощущается февральский ветер. Но стоит свернуть и ветер затихает. Сегодняшнее стрейстайлерское видео подходит к концу. Я прощаюсь с вами. Надеюсь, скоро увидимся и услышимся. Кстати, женщина снова с зонтиком от солнца. Это меня очень удивляет в Токио. Но многие японки, мне кажется, относятся к солнцезащитным зонтам так же, как утром почистить зубы. И открывают их как само собой разумеющееся. Решила сделать паузу и на этом образе. Как-то он тоже мне приглянулся. Хотя простой, но, в общем-то, интересный. На сегодня все. Пока, до скорого.